всем большой привет и в этом видео я хотела бы просто поболтать точнее отвечать на некоторые комментарии под последним своим видео что я делаю так высасывает энергию кстати записывание видео давно этого не делала немножко отвыкла отвыкла иди иди сюда в кадр прям ходит вокруг да около ну чё ты ходишь вокруг да около вокруг да около в общем мне написали комментарий кстати спасибо большой этой девушки она пишет комментарии по всеми моим видео тонко намекая что у меня какие-то проблемы что я занимаюсь такими делами ну типа благотворительностью так вот я хотела бы наверное так сказать ну хватит серый то есть вкратце да как я понимаю то есть все вот эти дела оля быть хорошим это исходит из-за такого чувства неполноценности чтобы меня похвалили чтобы в общем как-то заметили и сказали что я хорошая типа комплекса из детства аля мама недохвалила ну или папа да там не важно короче какая-то такая история про недолюбленность и оно имеет место быть безусловно да то есть я даже не буду с этим спорить я хотела бы тут разобрать некий такой другую сторону что ли есть понимание духовности да то есть понимание что мы там не знаю там души вечные да и ладно если говорить без какого-то сарказма да и я действительно верю что это надо делать да с точки зрения моей какой-то истинной природы да то есть вот есть такая история что вот я есть на самом деле там душа да или я вот есть тело и с чем я себя ассоциирую как бы тем я и являюсь самом деле я душа душу в зеркало не видно поэтому я думаю что я вот то что я вижу в зеркале и именно религия говорит что нет ты не то что ты видишь в зеркале ты та самая вечная душа которая даже умирая не умираешь и как бы потом просто там перерождаешься да ну и кто во что верит то есть там в послесмертную жизнь но так или иначе ты не то что ты видишь в зеркале и как же вот допустим мне простому человеку не просто вот на уровне знаете веры то есть вот можно поверить какой на вкус ананас да а можно попробовать на вкус ананас это две разные истории и как мне простому человеку реально испытать этот самый духовный опыт чтобы не просто поверить да а реально это знать там на опыте свое и огромное 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 количество книг религий духовных практик да то есть как это испытать именно на практике то есть по сути по большому счету основная цель мне так кажется лично всех религий всех практик всех молитв да это именно испытать тот самый духовный опыт что я реально вот эта самая вечная часть а не то что я вижу зеркале вот и один из способов это пытаться делать хорошие дела даже если не получается даже если все разваливается даже если это не практично да то есть там первым пунктом идет тем более если это не практично а это всегда не практично помогать людям это не практичное занятие это не удобно это никто не оценит это в общем вы действительно с точки зрения материального мира это знаете пустая трата времени но с точки зрения той самой вечной природы это мы получаем шанс испытать духовный опыт боже мой что я говорю ну в общем да это на самом деле моя основная мотивация как и сбор мусора так и помощь людям которых я даже не знаю путешествие по всем каким-то монастырям храмом и так далее то есть для меня это действительно знаете раз за разом раз за разом раз за разом я это дело повторяю с единственной целью испытать действительно что я не то что я вижу в зеркале я действительно та самая вечная душа которая даже умирая не умирает это и есть на самом деле я и ничего со мной после смерти не случится я вот тоже самая личность моя просто выйдет из тела и пойдет себя дальше и там конечно же есть какая-то система то есть неважно уже вопрос в этом видео мере точно да то есть вот для чего я это делаю то есть безусловно у меня есть и чувство вины и чувство там какой-то недолюбленности и чувство там боже там чем не только нету до вагон и маленькая тележка там даже разбираться знаете сил не хватит на одну жизнь то есть у меня все это безусловно есть и конечно все это отсвечивает что порой мотивации служит именно узнаете выслужиться чтобы меня похвалили чтобы меня заметили там занять знаете какой-то статус в нашей человеческой иерархии безусловно это все есть это все знаете каким фоном идет и с этим даже но бороться да то есть ну максимум это хорошо если вы это осознаете потому что ну бороться да как бы она сильнее нас и как говорят опять же в религии да что вот ты делай то что надо делать да вся вот эта грязь она сама по себе постепенно вот отвалится главное делать вот то что надо делать то есть в данном случае пытаться помогать людям и если я буду просто это делать да со временем я буду становиться не знаю там лучше моя душа будет очищаться ну как не душа да вот как бы его считается что у нас и ложная да вот лога ложная это она надо сменить его на истинное его и в конце концов есть всевышний в которого опять же изначально я поверила в общем-то в бога а потом начала верить в то что я есть душа и конечно же с этой точки зрения то есть он то все видит он все контролирует и видя наши старания да там даже маломальские какие-то просто вот надюйм видя это он помогает да если он видит что мы лицемерим он не помогает вот у меня тут коты со всех сторон вот как только вот сразу начинается варварничество в общем да то есть может быть мы можем обмануть людей может быть мы можем обмануть самих себя но мы точно не обманем бога поэтому как бы надеяться на то что ага я знаю какая у тебя истинная цель да там да может быть это так и человек допустим я да не рефлексирую что на самом деле я там пытаюсь заслужить почет и уважуха любовь со стороны окружающих да то есть может быть я даже этого не осознаю но если я просто буду искренне пытаться делать хорошие дела реально искренне и вот стараться да потому что на каждом шагу говорят не гордись не гордись не гордись не гордись особенно в религии это очень такое особенно угождеево что во всех да и в православии ну в исламе честно говоря тоже это есть и да там в исламе вообще там вот делать это все тайно скрыто и чтоб никто никогда в жизни не узнал что ты доброе дело сделал то есть я видите уже не соответствую да а вот у кришнаитов у них попроще такая делай как можешь у них знаете такая мне вообще идеально подходит это мой вариант делай как можешь делай как можешь главное просто пытайся делать это искренне и честно да вот нету не чувствует допустим внутри никакого сострадания да просто делай и представляет как бы вот если бы ты чувствовала сострадание да вот там услышала так это там допустим кто-то нуждается да постарайся помочь да даже если ты не веришь этим людям что они реально нуждаются то что они там действительно кита там не знают в беду попали да даже если ты не чувствуешь к ним эмпатии просто какую-то незначительную там допустим сумму им пожертву или какие-то незначительные вещи которыми ты реально не пользуешься какую-то незначительную часть попробую все равно отдать то есть вот такая вот история то есть начинать самого самого малого да вот там то что действительно для тебя незначительно постарайся вот отдать когда начинаешь что делать понимаешь даже это сделать сложно да даже незначительные какие-то действия сделать для постороннего человека очень сложно и ну вот это на самом деле проявление того уровня вот духовного, на котором ты находишься, да, насколько тебе легко вот служить всем, насколько ты видишь их связь тоже с Богом, насколько ты видишь, что вы реально какой-то единый организм, да, или единая семья, или единая система, да, уж кто во что верит. То есть всё это проявляется, насколько тебе действительно легко служить другим людям. Здесь очень хороший пример мать Терезы, да, что она вообще служила каким-то самым падшим, самым больным, самым несчастным, самым обездоленным, самым, ну, то есть самому низшему слою общества. Она вот им служила, и это было вот её такое вот, не знаю, кредо, что ли, что она помогает только самым-самым несчастным. И, конечно же, она такой стала не за один день, это был путь, по которому она просто выбрала идти, и день за днём по нему шла, вот, то есть вот для чего я это делаю, как бы вот стараюсь, по крайней мере, да, это делать, то есть, конечно же, во мне играет тысяча разных эмоций, безусловно, есть куча грязи, да, там, тщеславие и так далее, но я пытаюсь в себе развивать вот эту, знаете, милосердие хоть на грамм, вот, хоть если на грамм я его разовью за эту жизнь, да, уже не зря, вот, уже не зря, слава Богу, и так далее. Ну, и закончу с тем, с чего начала, да, что я верю в философию, что есть великий Бог, есть самая личность, которая, просто он не живёт в материальном мире, поэтому, как бы вот, ну, я же его не вижу, поэтому его нету, то есть я поняла, что по косвенным признакам всё-таки что-то здесь не так, небольшой взрыв таки нас породил, так, исключительно по косвенным признакам, это то же самое, что, вот, допустим, да, я, допустим, еду на машине, и передо мной, допустим, красный свет, да, я останавливаюсь, потому что я вижу красный свет, и я вижу, что по другой дороге поехали машины, да, я не вижу, какой там светофор, я не вижу, что у них там есть светофор, нет светофора, да, но я, как бы, понимаю, что, скорее всего, у них там горит зелёный, поэтому они едут, то есть вот косвенные признаки, да, то что такое косвенные признаки, то есть я напрямую не вижу, но по последствиям я могу понять, что что-то произошло, да, потому что последствия, они следуют какому-то действию, вот, то есть по вот таким косвенным понятиям я понимаю, что это не может быть, да, вот хаос, это не может, то же самое, что, допустим, я вижу дом, да, вот построенный дом, у меня же нет таких мыслей, вот был большой взрыв, и получился дом, то есть это же абсурд, и я понимаю, что это абсурд, нет, невозможно такое, что от большого взрыва построился дом, и чем больше дом, тем больше был взрыв, это же невозможно да поэтому когда я вижу допустим лес я тоже понимаю что это небольшой взрыв то есть не может быть после лес гораздо более сложная структура чем дом по крайней мере но я в этом убеждена да потому что ну ученые какие бы они не были умные они не могут создать органику да они не могут создать живой организм вот они могут переделать взять там вот два деревца перекрестить да и получить 3 деревца это они могут но они же не могут взять просто воздух и из него сделать растение даже воздухом надо где-то взять то есть мы в принципе распоряжаемся только той материей которая нам дана в распоряжение опять же то есть кем дана вот ну и то есть начиная с простого да что мы просто берем материю ее переделываем и заканчивая тем что не могу я создать органику значит это гораздо более сложнее система до который которая мне не под силам которую я не могу не проанализировать не как-то воспроизвести не скопировать то есть лес когда я вижу я понимаю что его создало гораздо более разумное существо чем я чем ученые чем все на этой планете потому что дом это вот но в некотором смысле эпопея инженерного искусства да вот возьмем супер технологичный супер пупер современный дом это вот ну как бы кульминация всей нашей цивилизации да и лес то есть для меня лес гораздо более выше по я не знаю по организации по нужность то есть без дома я жить могу без леса я жить не могу без жилья я жить могу без кислорода я жить не могу то есть объективно от леса я завишу гораздо больше чем от супер технологичного дома супер технологичный дом дает но удобство комфорт безопасность и так далее до лес дает в принципе саму жизнь то есть вот в глобальном смысле потому что ну не дышите 10 минут и как бы все станет на свои места то что я не могу не дышать да то есть я не могу не без дома я жить могу плохо со скрипом там да там без комфорта без удобств но могу жить без того что создает природа я жить не могу в принципе да потому что еду создает природа воздух в вода да да та же самая земля да то есть по которой мы все ходим это тоже продукт природы это гораздо более сложные структуры и не может быть так что гораздо более сложная структура создалась сама а более легкая структура типа дома она вот требует какого-то участия разумного существа не может так быть то есть если это требует разумного существа то более сложная требует еще более разумного существа я в этого все подумала посидела и думаю блин логично и после этого я начала уже идти по вот духовному пути и с тех самых пор я пытаюсь просто по чуть-чуть нарабатывать скилл духовный чтобы моя квалификация была выше и чтобы со временем мой разум тоже рос развитый разум позволяет видеть знаете осознавать анализировать лучше чем то что я делаю сейчас вот ну именно эта идея в религии да что по чуть-чуть да вот делай то что в твоих силах не напрягаясь потому что если там ну первоклассник не может изучить высшую математику в институте да это логично это все логично поэтому первоклассник должен изучать раз-два-три-четыре вот то же самое и мне сказали вот всем религии так говорят что делай вот можешь отправить там вещи до на благотворительность вот сделай вот можешь сюда там что-то пожертвовать вот сделай вот здесь можешь там помочь вот помоги все вот больше от тебя ничего не требуется со временем квалификация будет выше уровень будет выше понимание будет выше и естественно все это надо как бы параллельно с духовной жизнью да то есть я не делаю добро ради добра я бога да опять же я не понимаю это реально вот я бы не просто сказали я это как бы имплицитное модерирование да то есть суть в том что есть всевышний бог да допустим возьмем за аксиому все он есть и ему нравится когда люди заботятся друг о друге да потому что ну как бы если так то все его дети да неважно кто какой там ученые не ученый там бомж нищий кузнечик там данном род человеческий окей для него все равны в принципе да это все его дети вот в общем я мама и у меня 10 детей до для меня не на самом деле все мои дети да и мне было бы очень приятно если по ним друг другу помогали не соперничали друг с другом а реально помогали друг другу мне как их маме это было бы просто приятно и я бы невероятно было бы благодарна именно тому ребенку который несмотря ни на что продолжает помогать да вот это не практично это не эффективно это там у него это забирает время никто ему не говорит спасибо все наоборот его обвиняются ты там числавный ты для того чтобы там вот получить там слава деньги и уважение он всё равно продолжает помогать вот каждый раз когда к нему кто-то приходит всё равно продолжает помогать то вот я как мама бы было бы дико благодарна этому ребенку который несмотря на все-то на критику на на все 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 равно продолжал всем помогать потому что по сути они все мои дети вот такая идея я понимаю божественная до является то то есть с точки зрения Бога, мы все как бы его дети, и ему как бы всё равно, кто бомж, кто учёный, кто красивый, кто некрасивый, кто богатый, кто небогатый, ему как бы это всё равно, он вообще не в материальном мире живёт. И ему просто приятно, когда люди проявляют то самое милосердие. То есть я так понимаю, это и есть слово милосердие, когда мы, несмотря ни на что, не заслуженно, а именно как бы просто так, безвозмездно, потому что милосердие — это не про кто там чего достоин, кто там чего заслужил. Нет, это даже если человек совсем не достоин, совсем не заслужил, мы всё равно ему помогаем. Для меня это само, знаете, лес тёмный, темнейший, но главное с чего-то начинать. И я с чего-то начинаю. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Думаете ли вы с этой точки зрения? И делаете ли вы так вообще? Просто любопытно. Из моих подписчиков есть люди, которые тоже идут по этому пути. Всем спасибо и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!